Михаил Иванович, я хотел вам задать один вопрос, у меня тоже сверлит мысль целый вечер. Ведь в нашей гостиной здесь у вас, в гостях, обязательно все люди и все предметы, которые здесь находятся, должны выстрелить, как и на сцене ружьё, которое висит. Поэтому меня интересует, что это там за кругленький барабанщик там расписан. Мы сейчас выясним. Зачем? Психотехника. А мне мы техника. Барабан стреляет? У кого? У вас стреляет. Зачем он стоит? Сейчас, сейчас выточьтесь. Ну, думайте, круглый, стеклянный барабан. А мне напрягается. Напрягается, напрягается. Уж не лотерея ли? Лотерея, ну ладно. Что там лежит? Длинненькие такие, длинненькие, похожи на курки. Что там лежит, говорите? Говорите, напрягается. А, лотерейные билеты? Совершенно верно. Ну? Что в этих билетах? Сколько выигрышей? Беспроигрышный лотерея, беспроигрышный. Да, ну а есть какой-нибудь центральный выигрыш? Я же главный выиграл. Есть? Есть главный выигрыш. Сколько? Ну, вы быстро, быстро. Один главный выигрыш. Один главный выигрыш. Кто же его выиграет, как вы думаете? О-о-о. Нет, вы думаете? Ну, может, Мишку позвать на волосе. Давайте. Сейчас. А, Михаил Михайлович Яншин. Почему Яншин? А почему не Яншин? Правильно. Доброе. Тем более, что он много лет руководил театром «Ромэн». Где же выигрыш? Где же выигрыш? Вот он выигрыш. Где выигрыш? Где выигрыш? Где китар-то выигрыш? А что на остальные китары выигрыши? Остальные, так, без проекции, лотерея, все получают самоучитель игры на семиструнные китары. Причем здесь, вот, вы увидите, написан адрес Михаила Михайловича Яншина, домашний. Значит, выигрыш в чем? Вы можете все в любое время, без звонка, прийти к Михаилу Михайловичу и пощипать на гитаре. Значит, все получат первый персонально. На чем, товарищи, гитара дарится по-настоящему. Никто у него не отберет после этой передачи. Это его гитара. Так что же, это вот, в общем, это намек, что ли? Намек, это намек. Да? Тонкий, очень. Да, ну, что же делать. Вот тут сейчас вы вспоминали про капустники. И я вспомнил, что капустники создавались тоже и в художественном театре в свое время. Вот мои старшие товарищи, они это отлично помнят. С участием таких замечательных наших стариков, как Москвин, как Качалов, как Станиславский, причем были такие гости, как Рахманов, Шаляпин. Из этих капустников вырос театр. Сначала летучая мышь, потом кривой джимми, а теперь театр сатир. В общем, все-таки прародитель был капустник. Вспоминается мне и наша юность театральная. Мы с вами ведь примерно ровесники, вы меня извините? Немножко старше, да? Может быть, немножко. Нет, значительно старше. Так вот, мы росли, и нам посчастливилось быть младшими товарищами таких замечательных артистов, как Иван Михайлович Москвин, Михаил Михайлович Климов. И мы учились у них не только мастерству, но и умению проводить время. И вот вспоминается, как эти два чудесных и замечательных наших старика пели, пели романсы, пели солдатские песни, русские песни, пели цыганские песни. Вот вам помните, Валериан Егорыч, Валериан Егорыч Паляков. Валеричке напомните, вы так прекрасно это делаете. Валериан Егорыч Ты почувствуй, милая? Да, только не почувствуй. У Лескова, ты вас чувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая. Ты вас чувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая. Первый раз тебя увидим, твой веселый взгляд предвиден. Майя, дорогая. Уж как я тебя искал, крикал, плакал и страдал. А ты не слышишь, слова ты не промолвишь. Уж как я тебя найду, всю тюрьку беру, 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 беру. Да, разцелую, беру, разбивую. На подушках рыбушки, салатые рыбушки. А золовьи сердцу дороги. Субтитры создавал DimaTorzok